Наталья Антонец, дизайнер украшений. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение с самого утра? Откуда берете идею, чтобы творить такую красоту? Не знаю, так просто, знаете, как вдохновение, само приходит. Откуда вдохновение? Может быть, любимый человек, может быть, дети подсказывают? Наверное, дети. Вот, любимая дочь, она у меня рисует, тоже творческая. Ну, знаете, как-то вот нравится мне. Начала вот как-то со своих, с маленьких украшений. Первое украшение какое у вас было? Ой, знаете, когда вспоминаю первое украшение, думаю, какая-то гирляндочка на елку. Смешно. Сейчас развелась, вот интересуюсь, смотрю. Как-то, вы знаете, я не могу объяснить, откуда оно приходит. Я вот рыженькая, что бы вы мне посоветовали, как рыженькой? Ну, вот знаете, вам даже вот эту рубашечку вот украсит просто вот, вот, например, вот смотрите, как вот сразу вы по-другому выглядите. Вот, или вот такой вот цветочек, или даже этот же цветок вам, волосы очень красиво. Можно подобрать украшение под стиль, который ты носишь? Может, даже какая-то маленькая деталь, совсем даже недорогая, украсить женщину настолько, что вот просто преобразит ее. Сколько времени вы тратите на вот, на красоту? Знаете, если у меня есть заказ, которым людям очень быстро надо, то есть это как бы вдохновение, когда я вижу, что у меня получается, мне нравится. Это несколько дней, даже тяжелый заказ, который изначально, несколько лет назад я делала неделями. Бывает, что, вот знаете, как вот нет вдохновения, вот и не получается вещь. А бывает, вот какое-то украшение сделаю, и вот оно уже готово. Я на него смотрю, господи, неужели это я вот такое могу? Какое украшение у вас самое больше запомнилось, которое вы можете сказать, да, когда-то делала? Ну, я очень красивые маки делаю из бисера, вот, и они такие, знаете, вот сколько я делаю уже, третий год. После каждого украшения готового, никогда не верится, что это вот мои руки могут. Когда вот делаю, делаю, знаете, в конце, даже вот, даже не знаю, как это объяснить. Когда получается шедевр, вот тогда и хочется жить, да? Да, да. Особенно, когда, знаете, когда вот очень довольны клиенты, ну вот, кажется, как будто вот ты что-то такое получаешь свыше, какое-то такое, знаете, как вдохновение было, ну вот... Хорошее ощущение, ощущение комфорта и красоты. Да, вы знаете, как доброе дело человек сделает, вроде бы там ничего не выложил, а когда это еще приносит и заработок, и прибыль, это вдвойне приятно. Сегодня вы у меня в гостях на кофе, я вас угощаю. Спасибо. Вам хорошего настроения, пейте вкусный кофе, а мы встретимся с вами завтра.